В Алтайском крае свыше 50 тысяч километров дорог общего пользования. В РФ мы в числе лидеров. Так что всероссийским дорожным семинарам в Политехе никого не удивить. Зато могут удивить проекты, представленные разными компаниями. К примеру, специальная разметка, которая светится в темное время суток. Самый качественный пигмент, такой пока делают в Японии, он может поработать порядка 8 часов. То есть свет отдавать около 8 часов. В условиях санкций про японские материалы можно послушать, а применять свои. Импортозамещение работает. Эксперты рассказали о том, как, к примеру, можно сократить издержки на транспортировку сырья для нижних слоев дороги. Достаточно лишь взять местные породы и добавить в них модификаторы. Мы в обязательном порядке обследуем эти грунты. Подбираем там непосредственно и карту состава подбора смеси, чтобы было такого-то процента вяжущего, такой-то модификатор группы, который бы усилил пучинистость, влажность. Ответили эксперты и на волнующий журналистов вопрос о ливневках. В городах края тем летом они далеко не всегда справляются с большим объемом воды после дождя. Гости пояснили. Причина в быстрых темпах застройки городов. По их словам, площади водосбора увеличиваются. А системы, построенные в 60-х, 80-х годах, справляются примерно на 30%. Это не те очистные сооружения, которые мы обычно привыкли видеть в качестве очистки сточных вод от домов. Хозбытовая канализация, она более централизованная. А здесь централизованным способом вопрос не решить. Скорее всего, нужно будет децентрализовывать и в разных местах, в разных районах ставить свои. Также на семинаре обсудили новые технологии. Часть из них интересна и Алтайскому краю. К примеру, сборные изделия из железобетона или реконструкция мостов без их разбора. Блеснули своими достижениями и наши дорожники. У нас в Бийске выпускают эти самые мастики для ремонта бетонных смесей. У нас завод патронный, как называется, тоже по-другому сейчас. Они выпускают мачеты для опор освещения металлические. Алтайский край – регион со сложными климатическими условиями. Дорожники при строительстве должны учитывать большие перепады температур. На семинаре представили много новых материалов и технологий. У алтайских специалистов была возможность выбрать, чтобы в дальнейшем использовать в своей работе. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.